МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комитет по защите журналистов с тревожим принятыми на этой неделе решением судов Баку о продлении сроков предварительного заключения шестерых журналистов, занимающихся расследованиями коррупции. Отмечается, что внутригосударственное положение Баку превратилось в цепь наручников, из-за которых уже с трудом можно услышать проблемы свободы слова и прессы, защиты прав и свобод человека. Последние и очередные президентские выборы с их неожиданным результатом стали конечной точкой, закрывавшей возможности для всех видов свобод. Также подчеркивается, Баку придают гуманитарную и цивилизованную окраску, совершенную им внутренним и внешним преступлением. Общеармянский союз Гардман Ширван Нахадживан также отмечает. Такая реакция Международного комитета, конечно же, приветствуется. Однако это не вытекает из журналистской этики запрета на разжигание ненависти, в то время как в медиаплатформе Азербайджана наполнено антиармянскими тезисами и расизмом, под влиянием которых бакинское общество превратилось в террористическую банду, готовую уничтожить все армянское. Следовательно, бакинские СМИ – ничто иное, как одна из основ их диктатуры. Всеармянский союз призывает Международный комитет защиты журналистов Обратите внимание на проблемы физической безопасности журналистов в Баку и на принципы реализации журналистики. 17 июня в 20.00 в Монте-Видео состоятся выступления армянских танцевальных и хоровых коллективов Аргентины и Уругвая. Пабло Тайланян, почетный консул Республики Западной Армении, Восточной Республики Уругвай, опубликовал видео с репетицией, которая завершается танцем под гимн Западной Армении «Зартнир Лао». Отметим, Пабло Тайланян подарит армянским танцевальным и хоровым ансамблем картину «Розиты Чаки Джан», выдающуюся преподавателя армянского танцевального искусства Южной Америки. Один из самых престижных общественно-литературных журналов Грузии, Арили, посвятил очередной номер текущего года армянской литературе – произведения классических и современных армянских писателей. В номере нашли место произведения армянских классических и современных писателей, в том числе Нари Каци, Ирише Чаренца, Паруи Жасевака, Напета Кучака, Денеэль Варужанна, Сиамангто, Рикора Зограба, Гранта Мотовесиана, статьи и интервью, касающиеся армяно-грузинских общественно-литературных связей. Номер издан при поддержке посольства Восточной Армении в Грузии и почетного консула Восточной Армении в Грузии Георгия Майсурадзе. Литературно-общественное объединение писателей изначально издавалось в формате еженедельной литературной газеты, с годами став литературным журналом. В Грузии Арили выходит с 1994 года в основном для популяризации грузинской литературы. В Гюмриев галерее сестер Асламазян состоялось открытие выставки Ширакского геологического музея «Бениамин. Древняя столица Армении». На выставке представлены уникальные экспонаты. Пограничный камень времен царя Арташеса, множество украшений, статуэток, древнее поселение «Бениамин» было обнаружено в 1989 году. Археологические раскопки были начаты армяно-французской экспезицией и с определенными перерывами продолжаются по сей день. Раскопки, длившиеся около 20 лет, дали исключительные результаты по описанию Ахеменицкого и античного периодов Армении и всего региона. Ахеменицкий дворец «Бениамина» и античный зал с колоннами относятся к уникальным образцам языческой Армении. Ахеменицкий колоннный зал, безусловно, говорит о мощной роли «Бениамина» в северо-восточной Армении. Он играл роль административного центра могущественной империи Ахеменидов. До этой выставки последняя полноценная выставка «Бениамина» прошла во Франции в 2007-2008 годах. Несколько раз образцы «Бениамина» находились в музее истории Армении. Выставка продлится две недели. Молодежь Восточной Армении и Арцаха единогласным голосованием объявили о создании Молодежного союза Армения-Арцах. Идея возникла с целью сохранить духовную связь между Восточной Арменией и Арцахом и идти за мечтой. Деятельность союза будет направлена на формирование здоровой образовательной, научной и культурной среды и двигаться в направлении смелых идей. Платформа открыта для реальных программ и предложений молодежи. Член мужской сборной Восточной Армении по шахматам Габриэл Сарксян успешно стартовал на международном турнире «Теплис Опен-2024». После двух туров он и 40 шахматистов набрали по два очка. В первом туре Габриэл Сарксян опередил спортсмена из Польши. Во втором туре – спортсменов из Турции. В международном турнире участвует около 300 шахматистов. Самый рейтинговый участник турнира – член мужской сборной Восточной Армении по шахматам Гроссмейстер Габриэл Сарксян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!